Прошло 40 дней с нашей первой инспекции. Мы решили завершить этот проект и завершить его тем же, с чего начинали. Это Строительная Академия, и здесь ничего не изменилось. Огнетушители видели? Нет. Нет? Видели вашу программу. Видели нашу программу. Спасибо вам. Класс, спасибо вам. Нет, давайте найдем еще один запас на выход. Реально, указывают в холм. Что, вот так? Да. И все? Да, все. Закурение в помещениях, меры наказания, аж до исключения. Слушай, это пепельница, знаешь, такая чистая пепельница. Удобно. Пожарный рукав и огнетушитель находятся где-то. Давай найдем выход, это важно. Потому что каждая стрелка ведет нас в разные стороны. Здесь закрыто все. План эвакуации есть. 2008-го. Восьмого, реально, не восемнадцатого, восьмого. Раз в три года нужно менять план эвакуации. Рука в пожарный огнетушитель находится в кабинете коменданта. Коменданта пока нет. А на Покровске, то есть, по-другому. Иди к коменданту, найди его, попробуй в подвале. Нет его в кабинете. В подвале найти? В подвале попробовали. Попробуй в подвале найти коменданта. Главное, чтобы она нас тут не закрыла. Вы комендант? Комендант. Только что были во всех хопин-бомщинах нет огнетушителей. Везде есть огнетушители. Мы только что снимали. На двери написано. Пожарный рукав и огнетушитель у коменданта. Вы комендант? Нет. Уже нет. Я могу. Сначала да, теперь нет. Уже уборщица. Как быстро людей понижают. 203, 202. Говорят, есть огнетушитель. Здравствуйте. Сказали, что у вас есть огнетушитель. Украинская служба информации. Можно подснять? Спасибо. До 2020 года. Свежий. У меня на этаже, здесь только у меня. И один в лаборатории внизу. 900 огнетушителей у нас выходили. Огнетушители в наличии мы закупили. Необходимое количество. Мы задумываемся, а сколько их надо, этих огнетушителей? А где они правильно должны стоять? Понимаете? Потому что по нормам один огнетушитель, как нам сказали, на 10 квадратных метров. Вы заходите туда в лабораторию, поворачиваете. И перед туалетом там есть пожарный рукав. Кто не подключен? Один? На все знания? Здесь должны быть, естественно, в этих самых, в ящиках. Здесь вообще пусто, вы понимаете? Там не только нет рукава. Здесь нет крана. Вообще, ничего. Вот 46 лет здесь, и нет, и когда-то было, и сейчас не было. Каждый пожарный кран, который находится в здании, должен быть укомплектован пожарным рукавом, стволом. Должен быть подключен к сухотрубу, по которому подается вода. Должен быть накручен вентиль. И также должен быть присутствовать огнетушитель с раструбом. И вовремя заправленный, и переиспытанный. Четыре должны быть в каждой аудитории, так как это есть безопасность учеников. Ищем пожарный рукав. Не встречали? Ходит легенда, что он где-то тут один есть. В Косреди на Кадеме нет. В Косреди на Кадеме нет. Хорошо. Кому мы ищем? Украинская служба информации. Ищу пожарный рукав. Почему в пожарных кранах нет рукавов? Почему? Почему? Все есть. Где рукав пожарный? У нас все. У вас есть предписание, чтобы ходить, вот это все проверять. Азвалина Анатольевича, там комендант. Комендант на дворе. Пожар, представьте, как вы его тушить будете? У нас для этого есть пожарная служба, она тушится. Какая пожарная служба? Пожарные? Да. ГСЧС? Да. Мы знаем, как тушить, и мы знаем, что делать. В девятиэтажном здании два огнетушителя. Два огнетушителя. И не надо сказки рассказывать. Оставьте в покое моего удостоверения. Назад его дайте. Чужую территорию. Какую чужую территорию? Это общественное место. Это общественное место. Украинская служба информации препятствует журналистской деятельности. Отняли удостоверение и угрожают. Да, лично тебя расстреляют. Забрал? Лично. Удостоверение? Лично. Вот он сейчас уже опять угрожает. Что? Давайте быстрее немножко. Кто угрожает? Вот он угрожает. Грубиянка ты угрожает. Я не знаю, актер или кто. Уйдите от меня. Здравствуйте. Украинская служба информации. Скажите, пожалуйста, как вы считаете, вуз готов к пожару? Я думаю, что нет. Запасной выход, который под лестницей, должен быть. Должен быть открыт. Он закрыт. В девятиэтажном здании. В одном из корпусов. У нас в строительной академии ни одного запасного выхода нет. Только через центральный вход. Везде есть таблички. Куда черный выход есть? Куда такой? Как видите, указывает на лестницу. То есть, в принципе, должен быть там выход, но он закрыт. Вот двери одни, вторые пожарные. Двери у нас на задвижках. Причем здесь задвижка? У вас закрыт выход, так замок наружный. Что делать и делать? Пожарный водоем. Так, нашли. Слава Богу, здесь вот так. Так должен быть обозначен пожарный водоем. Должна быть табличка, где четко указано, что это пожарный водоем. И сколько в нем должно быть воды. Тут мы видим, что пожарный водоем просто нарисована краской 200 метров кубических. То есть, ну, в принципе, поэтому указать ли будет найти трудно. Очень трудно. Я думаю, что стоит просто зайти, наверное, к ректору, чтобы он нам сказал, кто это вообще был. Вы не хотите нам прокомментировать что-нибудь? Я не хочу. Как ваши работники протягивают руки? Подскажите, пожалуйста, выйдите пообщаться. Я сейчас в кабинете, я закончу работу. В коридор. Мне просьба, я закончу. Тогда поспаем поговорить. Ректор от нас только что закрылся на замок. Где ваш коллега, который угрожал, который забирал... Где он находится? Позовите его, пожалуйста. В караулке. Это пресса, это журналисты. Меня не волнует. Пресса, пресса, это меня не волнует. Их не службово посвящено. А вы видели, что я сразу? Да. Где вы видели? Видео есть. Покажите. Покажите мне видео. Покажите мне видео. Да я вам не должен за раз ничего показывать. А что, какие претензии, только мне предъявляйте. Государственный объект, запомните. Вон не режим. И вы... Гурналісти могут проводить тут съемку, когда захочут. Не надо. Без согласования администрации не имею право сказать. Согласно чего? Я вам говорю. Ну, на какие нормативные документы вы регламентуете в кадре? Я вам ответил. Я к вам в квартиру не врываюсь. Квартира, это моя частная собственность. Вони не врываются на вашу территорию. Вони просто проводят. Они непосредственно сюда зашли. Зашли. Уже нарушили. Я вас не понимаю, понимаете? Вообще. О чем вы говорите и чего вы приехали, я вот не понимаю. Смотри, Влада, с возвращением. Подожди. Включай свет. Давай. Такой доживю на самом деле. Прошел месяц. Месяц прошел. Вообще ничего не изменилось. Лучше звонить и ждать пожарного, который вас всех тут спасет. Чтоб бомбы все не подложили. Так что, эти люди похожи на людей, которые носят бомбы или что? А почему нет? А почему нет? Уси. Не. Ре. Дует. Та-да!